Привет! Вы на канале Вадима Карасева. Если вы еще не подписались, то самое время это сделать. Приятного вам просмотра! Здравствуйте! Четверг, 14.00, а это значит, что в эфире Политеки Вадим Юрьевич Карасев, который сегодня вместе со мной, вместе с вами готов помогать разбираться во всем том, что происходит вокруг нас, так или иначе влияет на нашу с вами жизнь. Поэтому, пожалуйста, милости просим в комментарии ваши вопросы, ваши замечания, ваши комплименты, ваши негативные высказывания. Все ценим, все принимаем и будем стараться ответить. Вадим Юрьевич, вам здравствуйте! Здравствуйте! Будем помогать друг другу. Будем помогать друг другу. Это единственное, за что мы еще держимся, что у нас остается, наверное. Как и по традиции, мы всегда пытаемся ответить максимально на вопросы наших зрителей, которые нас смотрят. И тут уже, знаете, я вот как бы, может, и не хотела бы задавать этот вопрос, но мы зрителей уважаем, поэтому не можем не ответить. Владимир К. имеет к вам претензию. С нее и начнем. Да, он спрашивает, ну и где анонсированная Карасевым заморозка конфликта? Это он смотрел, очевидно, все наши предыдущие эфиры, и мы с вами даже когда-то обсуждали, что вот осенью будет заморозка, и все вот пойдет на спад. Вот такая вот к вам претензия. Так сегодня же только 5 сентября. Ну, а люди уже ждут, а люди уже ждут. Это хорошо, что ждут, люди устали от войны. Да. Так что, ну, еще не вечер, как говорится, так, еще же не осень. Сейчас, видите, погода такая летняя. В Киеве, по крайней мере. Не знаю, откуда пишет Владимир К. Владимир К, да? Да. Во-вторых, смотрите, уже дело шло уже, по крайней мере, к прекращению огня. Ну, потом была Курская операция. Сейчас делаются большие усилия, чтобы получить разрешение на удары дальнобойными ракетами. То есть такой экспорт войны. Это называется экспорт войны на территорию России. Но Запад готов на экспорт войны с Россией. Только гибридной. А большой не желает. Боится. Не хочет. Понимает все риски такого рода экспорта большой войны. Может же быть ответный экспорт на территорию Запада, на территорию Европы войны. Пока война ведется на территории Украины. Правда, Курская операция, она как бы перевела небольшую территорию Российской Федерации, Курская и Белгородская приграничная, в состояние такой, ну, военной операции, скажем. Но это, конечно, поменяло войну. Потому что война уже не только на территорию Украины. Но это, с другой стороны, и не дает Западу перевести войну или отказаться от этой формулы. Война на территорию Украины. Не хотят. Не хотят. Большую войну. Ни на территорию России, ни на территории Европы. Гибридная, пожалуйста. Это важный момент. Значит, что? Если нет разрешения, ну, тем более поставок на удары ракетами, там, Матаканс, например, или Штормшедо, по территории России, по, скажем, глубоким территориям России, глубинным территориям России, значит, чем может закончиться эта история? Россия дальше будет давить на Покровском направлении, и же Донецком направлении. Через какое-то время она возьмет Покровск. Тем более резервы у нас уже завязаны на Курск. Не знаю, может, там мы собираемся продолжать операцию. Там кто-то говорит, что вот, скоро поступит какое-то вооружение на Москву. Ничего там не было уже. Значит, и тогда станет вопрос, а что дальше делать? На зиму как идти? Уже, кстати, в западной жепрессе тоже появляется, вот буквально там на днях появляется, статья одного аналитика, политика, по-моему, о том, что... А что делать в этой ситуации? Надо, наверное, как-то там замораживать, перемирие, режим прекращения огня. Наверное, придется вот к этому идти перед зимой. Это касается Запада. У нас, я говорю, что резервов не хватает, поэтому перевести войну на новый уровень, именно на уровень массированных обстрелов ракетами, ракетных обстрелов в России тоже не получается. Запад упирается и точно до 4 ноября, 5 ноября они будут это делать. Это установка администрации Байдена, никакой эскалации до президентских выборов, наоборот. Надо бы притушить, пригасить вот это эскалационное настроение Украины и Израиля. Не хотят, чтобы не на Украинском театре военных действий, не на Ближневосточном театре военных действий не было больших эскалационных сюрпризов и тем более взрывов. Что будут делать новые администрации в США? Ну, Трамп тут более-менее понятно, но, кстати говоря... Хотя многие говорят непонятно. Давайте так, по крайней мере мы знаем со слов Трампа, это более артикулированное. Понятно, что решения могут быть и другие. Посмотрим, еще же выборы параллельно будут в Нижнюю палату и вновление в Сенат. Что касается Камалы Харрис, то тут и понятно, и непонятно. С одной стороны, Камала Харрис об этом не говорит, но она, по-моему, далека от этой всей проблемы, по большому счету. Но если учитывать тот факт, что за новой американской администрацией демократов, возможно, которая перед властью, стоят Клинтоны и особенно Обама, Барак Обама, то на примере Обамы в 2014 году, в 2014 году, в истории с Крымом и затем в 2015 год, Минск-2 и так далее, Обама был осторожен и никаких эскалаций не хотел. Поэтому мы можем, в общем-то, не стопроцентно, но достаточно утвердительно прогнозировать то, что и администрация Камала Харриса не откажется от той политики управляемой эскалации и сдержанного отношения к решениям по войне Украины, которую проводил Байдер. Значит, выход какой? А, теперь о Путине. Если посмотреть последнее его высказывание, значит, пишут сразу, да никогда после Курска Путин, никогда и так далее. Как только выдавят, если получится, наши вооруженные группы из Курска, тогда вопрос с переговором они будут. До тех пор, пока там будут оставаться наши военные присутствия на этой территории, не пойдут, понятно. В силу имиджевых. Переговоры вы имеете? Да, да. Но тут, смотрите, Зеленский сказал, мы будем стоять в Курске и держать, пока они будут переговоры. Хорошо, ну понятно, значит, он переговоры не хочет. Но не важно. Дело в том, что сказать это одно. Надо еще, скажем, обеспечить это военным путем. И расчет Зеленского был на то, что при этом будут давать разрешение на удары ракетами. Да, вглубь. Во-вторых, можно там стоять, а можно в Донбасс полностью профукать. Так, и проблема же не только в Донбассе. Проблема во всем восточном береге Днепра. Или левый берег Днепра. Видите, я уже перешел на Ближневосночную терминологию. Западный берег реки Ордам, восточный берег реки Ордам. Ну, в общем, это не случайно, между прочим, я делаю. Так, потому что, чтобы так не получилось так, как на Ближнем Востоке это все длится, черт знает сколько. Ну, уже почти столетие, как говорится. Вот, поэтому Путин, тем не менее, вот, перед тем, как в Монголию ехать, в Туве, да, выступая там, перед школьниками или кем-то. И вот на Восточном форуме дал понять, что стратегия сейчас наступления на Донецком направлении Российской Федерации заключается в чем? Выйти на границе ДНР и ЛНР, потом взять паузу на переговоры. На переговоры. Кстати, он тоже на Восточном форуме, я все время это говорю. А, я же не то, что там придумаю. Я просто Владимир Рука поясняю. Он всегда говорит, стамбульские соглашения нас устраивают. Вот сегодня же он сказал, да? Да. Что, в принципе, не о чем тут много там какие-то начинать переговоры. Если там все уже, параметры все дописаны, вопрос только, как он говорит, желание всех сторон заключить эту стамбульскую сделку. Кстати говоря, и на этом же форуме Восточном он сказал о том, что рассчитывают на последнические усилия Китая, Индии, Бразилии. Страны, которые вносят серьезный вклад в поиски мира, перемирия. Оно в разных формах. Мир же не сразу наступит. Это целая цепь последовательных каких-то решений, событий по завершению войны для того, чтобы уже окончательно затем выработать окончательно взаимовыгодные условия компромисса и взаимовыгодные условия какого-то мирного регулирования в интересах всех сторон. Так что ждем. Осень настала, врачи улетели, куры перестали клевать и так далее. Поэтому осень только начала и 5 сентября 24 года еще рано считать цыплят по осени. Еще одно замечание или же комментарий, который у нас был по трансляции, он касается названия нашего с вами видео, нашего эфира. У нас эфир называется «Это перевернет войну». И люди в комментариях пытались разгадать задумку этого названия, что же может перевернуть войну. И несколько комментариев были как раз насчет того, что перевернуть войну может только ядерка. Ну, вы знаете о том, что вот эти угрозы ядерные, они постоянно возникают в информационном пространстве. Одни аналитики говорят, что этого никогда не произойдет, потому что есть система сдерживания и не надо как бы вообще нагнетать эту ситуацию. Другие говорят, а вы посмотрите на часы судного дня, они уже там за полторы минуты от полночи, будьте аккуратны. Справедливый ли этот комментарий наших зрителей и это перевернет войну? Что именно мы имеем в виду? Ну, во-первых, смотрите, хорошо, что зрители или слушатели хотят разгадать. Да. То есть им это не просто интересно, а злободневно. Во-вторых, если говорить о правоте, то она частичная только здесь. Почему? Потому что речь не обязательно идет о ядерном ступени эскалации. Это два. В-третьих, действительно, сейчас все стороны, так было и с начала войны, все-таки действуют с расчетом на понимание или существование потолка эскалации. Никто его не хочет пробивать. Выход ядерную составляющую. Пробивать никто не хочет. Никто. Во-первых, никто не понимает, что такое ограниченная ядерная война, даже тактическая ядерная война в Европе. Ну, понятно, когда бомбили атомные бомбами в 45-м году американцы Японии-Нагасаки, это остров, да, враг, война заканчивалась, так, наказание там за пир в Харбор, в Пик-и-океан и прочее. Сейчас вот что такое ограниченная ядерная война в Европе? Знаете, это же страшно вообще представить, как это эскалировать. Поэтому отсюда и вот эти все истории, что вот ядерную войну то пересматриваем, то не пересматриваем, я имею в виду Россию. Или давайте сделаем какой-то демонстрационный взрыв. То есть, ну, это не работает, устрашение не работает. По крайней мере, пока. Да, оно, я бы так сказал, оно работает на уровне тех, кто все-таки принимает ключевые решения, например, тех же американцев и Байдена, которые не хотят сильно рисковать. Во-вторых, все-таки установка Запада заключается в том, чтобы победить Россию, прежде всего политически, а во-вторых, с помощью конвенционального оружия. И можно перевернуть войну без применения ядерной войны, если бы американцы дали разрешение Украине бить ракетами по глубине территории Российской Федерации. Но проблема не только в разрешении, проблема в количестве этих ракет. Это первое. А во-вторых, и до сих пор, как бы, в принципе, можно пойти на такой риск. Но, по-моему, Кирби вчера сказал, а мы, мы не знаем, мы не видим военного смысла в этом. Потому что нет ракет достаточных. Мы их произвести, скажем так, не можем в срочном порядке. И что это даст, если будут одиночные удары по какому-то аэродрому? Ну, самолеты там вывели уже и так далее. Поэтому, не знаю, американцы, может быть, отмазка, что они не хотят эскалировать. Я уже говорил, до 4-5 ноября они этого делать не будут. И потом тоже. Понимая, что есть некий потолок эскалации. Во-вторых, Россия же тоже может применить конвенциональное оружие. Тоже. Так, они нарастили его. И активно пользуются ими. Так, авиацию они еще свое не задействуют до конца. Она только-то. Так, только стратегические бомбардировщики, ракетные обстрелы там, допустим, Украины. Так, и тактическая авиация на линии фронта. Поэтому вопрос, что это дает? Вот если сейчас дать разрешение, что это Украине? Что это даст вообще? Это изменит ситуацию на Донецком направлении. И в конечном счете, можно сказать, да вот да, на Донбассе ситуация такая, что фронт скоро рухнет и так далее. А что американцы должны об этом беспокоиться? Если они говорят, так вы же сами на Курск перевели в самые лучшие резервы для того, чтобы там, скажем, взять этот клочок земли. Ну, кусок земли, давайте скажем. Причем, ну, просто его удерживают. Если это так, то для вас ситуация на Донецком направлении не такая уж, как бы, важная, критическая с вашей точки зрения, если бы на Курск все перебросили. С Донецкого направления они перекидывались. Российские? Не-не-не, я имею в виду украинские там бригады и так далее, которые стояли. Там они там и стоят. То есть это не так, что их оттуда забрали и сказали, едь ты на Курск. Конечно, не так, но если бы туда бросили те резервы, которые сейчас не достают на Донецком направлении, то, может быть, не было такой критической ситуации у Глидарса, Лидова, Покровск, эвакуации Покровска из Покровска и так далее. Вот не было такой критической ситуации. Так это значит, что приоритет оборонительной войны, американцы за оборонительную, помощь Украине в оборонительной войне. Да, это на нашей территории, на международно признанной. Можно, пусть они говорят что угодно, но это международно признанная территория. Если мы говорим о том, что для нас важнее Курск, а не Донбасс, значит, что? Так чего для американцев они должны тоже сейчас делать все, чтобы перевернуть эту войну. Поэтому, когда наши зрители говорят о том, что только ядерка может перейти в войну, нет. Массовое применение конвенционального оружия. Ракеты Таурус, например, они же не использовались еще. Вот сейчас умер в Белгермании, не дали. Завтра Зеленский будет там просить Тауруса. Не дают. Штормшедов тоже не дают пока разрешения. Скальпы тоже французские, потому что американцы не дали. Атакамсы. Поэтому, если бы принято было бы такое решение, дать возможность Украине право использовать эти ракеты, и если бы было достаточно накоплено количество этих ракет, это могло бы на перевернуть минуту. В плане эскалации, например. Мы что же должны учитывать? Ответные удары. Ответные удары. Поэтому, всем, кто на диванах сидит и рассуждает о войне, ну, то пока мы, так сказать, под войну не попали больше. Да, нас обстреливают, стреляют, гибнут люди, разрушения. Я не говорю про фронт, там беда просто. Когда люди все бросают, бежают и прочее. Но, если так сказать, в целом. Знаете, из Киева не убегают. Ну, да. По крайней мере, пока я не видел, чтобы шагатаж был, убегали. Наоборот, в Киеве очень много людей сейчас приехали, потому что... Не сильно там на чужбине, там разгуляешься, во-первых. Тянет домой. И даже при всех трудностях и решениях военного времени, быта, энергетика и все, что с этим связано, тревоги и так далее. Тем не менее, люди живут мирной жизнью. Военное положение – это одно. СВО – это одно. А война – это другое. Большая война. Даже с использованием, применением конвенционального оружия, ракет. Высокоточного оружия в рамках, как называемого, РВД – революция в военном деле. Давно этим занимались уже западные страны, страны НАТО еще в 2000-х и 2010-х годах. Понимая, что по ядерному сдерживанию, по ядерному оружию, всегда будет паритет. Всегда будет паритет. Особенно, если учесть количество ядерных боеголовок, по всем видам, так сказать, между Российской Федерацией и США. Даже если меньше ракет, все равно ядерное оружие – это оружие сдерживания и устрашения. Поэтому они готовились давно к возможным таким военным, скажем, к изменению военного отношения. И для того, чтобы победить ядерную, победить, или, так скажем, нанести стратегическое поражение в стране, у которой является ядерной сдержавой, они еще в рамках вот этой революции в военном деле и использования высокоточного, конвенционального, разрушительного оружия сделали ставку на это. Понимая, что в ядерной войне победить Россию невозможно. Знаете, в ядерной войне победить Россию невозможно. Потому что, ну, а какая там победа? А вот задача нанести стратегическое поражение, политически, геополитически ослабить Россию с помощью конвенционального оружия – это да. Это два. Третий момент. Сейчас действительно вот такой эксперимент идет. Вот все наблюдают за этим. А можно ли победить политически, или нанести стратегическое поражение ядерной сверхдержавы? Это же все показательно очень. Это же урок для Китая, для всех остальных стран. И вообще, что будет с ядерным оружием, как оружием устрашения? Все-таки то, что не было большой войны более там 80 лет, ну, 45-го года там, да, скоро 80 лет будет. Это что же? Холодная война, ядерное сдерживание. Были конфликты, прокси-войны, там, войны во Вьетнаме, в Ираке и так далее. Но это все локальные, а не мировые были. Не мировые войны, а локальные войны. А вот сейчас, если получается, что страна – ядерная сверхдержава, у которой даже больше ядерных боеголовок, чем у США, не намного, но больше, и ей можно нанести стратегическое поражение или политическое поражение, ослабить, подчинить, сделать слабой, престиж снизить ее. Это же тоже как бы влияет на геополитику. Это же наблюдают китайцы, индейцы, бразильцы, бразильяне, Южная Африка. Вот тогда это… Вот такой сегодня эксперимент идет, между прочим. И мы, скажем, тут, как подопытные, можно сказать, в этом эксперименте. Да, такой зловещий, зловещий такой, исторический, геоисторический, геополитический эксперимент, мать ее, извините. Зловещий – это хорошо сказано. Вадим Юрьевич, пользуясь тем, что мы в прямом эфире, поэтому я имею возможность, конечно же, озвучивать информацию нашим зрителям. Мы пока не имеем подтверждений, но ссылаемся на экс-нардепа Игоря Масичука. Он сообщил о том, что умер Нестор Шуфрич, который находился в СИЗО. Это бывший депутат от ОПЗЖ. Конечно же, мы до конца нашего эфира постараемся проверить еще информацию с нескольких источников. Масичук ссылается на адвокатов Нестора Шуфрича. Поэтому, друзья, вот вам в режиме прямого эфира сообщаем такую информацию. Будем надеяться, что Нестор Иванович Шуфрич жил. Учитывая то, что Масичук все-таки не в Украине, и, возможно, есть какие-то... Поэтому рано... Некоторые телеграм-каналы пишут о том, что Масичук говорит неправду, другие пишут о том, что правду. В общем, друзья, мы вам сообщили, что у нас нет подтверждений, кроме как ссылки на Масичука. А если появится какая-то информация, мы вам озвучим. Сейчас все, каждый может все, что вы говорите, находясь за пределами, поэтому... Конечно. Да, поэтому, друзья, мы обязательно проверим все, сообщим. Пока давайте двигаться дальше в направлении как раз-таки того, что происходит в геополитике и влияет на нашу с вами страну. Вы подметили о том, что Путин в своем высказывании говорил о переговорах и о всем остальном. Еще он сказал такую интересную вещь. Он неожиданно, как бы, возможно, для многих сказал следующее. Мы поддерживали Байдена. Ну, то есть, имеется в виду Россия. Байден выбыл из этой гонки. Его заменила Камала Харрис. Поэтому мы поддерживаем сейчас Камалу Харрис. Тем более, она так звонко смеялась на своих публичных выступлениях. Значит, у нее все хорошо, сказал Путин. Нам тут надо читать наоборот и понимать, что они ее не поддерживают, а на самом деле поддерживают Трампа, как вот закрепленное такое клише в информпространстве. А если же все-таки нам надо воспринимать так, как оно и звучит, то а чего это вдруг? Ну, во-первых, не вдруг. Потому что у Путина есть опыт работы с администрацией Трампа и с администрацией демократов. Мужчина с Клинтон, от Обамы особенно. Поэтому Байдена. Знаете, они более понятны для него. Они, особенно Байден, это люди старой школы. В том числе и по разного рода разоруженческим проблемам, которые были популярны в 80-е годы. Ну, на излете, на исходе, точнее, Советского Союза и излете, да, Советского Союза. Байден же приезжал и в Москву, и в Рамыко встречался. Он, по-моему, был председателем комитета по международным делам, Сената. Тогда же целая история была. Сэмнан, Ричард Лугар, были два таких сенатора, вот на этом. Сэмнан и Ричард Лугар, которые из Москвы не вылазили по разоруженческим проблемам и прочее. Поэтому здесь они понятны. Когда вам понятен противник, вы можете выстроить более-менее рациональную стратегию ожиданий. А стало быть, если вы такого рода ожидания, значит, вы выстраиваете контр-игру. С Трампом одно дело, он говорит одно, но пока, если исходить из его окружения, кроме вице-президента или кандидата Венса, так, все остальные достаточно-таки дистрибинные люди. И Виктория Нулан не случайно в интервью с Игорем сказал, что Трамп никуда не денется. Мы не будем подписывать никакую сделку с Россией. Он никуда не денется, вы же посмотрите. Вот он не хотел, упирался до последнего, предоставление Украине помощи 60 миллиардов. Но его республиканцы не послушались, даже при его уже тогда набиравшем рейтинг кандидатстве. И приняли решение, да, с опознанием, но приняли решение о предоставлении Украине 60 миллиардов. Поэтому есть Трамп, а есть глубинные интересы США. Поэтому, кстати говоря, когда Трамп был президентом, то и санкционное давление шло на Россию и так далее. Трамп упирался, мог упираться. Личная позиция и политическая позиция – это разные вещи. Ты можешь лично думать об этом, но политические обстоятельства заставляют тебе действовать иначе. Поэтому, да, там он и потроллил немножко, что заразительный смех, значит, все хорошо у нее. Но в принципе он же понимает, что управлять будет коллективный Обама, условно говоря, или коллективный Ахарис. Потому что не вице-президент ее, этот Вальц, не она, люди неопытные, тем более в международных делах. Тем более, когда идет фактически вот такая большая-большая прокси-война. Поэтому я видел комментарии, там многие пишут, что это вот Путин потроллил, и на самом деле они хотят Трампа. Нет. Там есть тролли, но он касается не того, чтобы это так сделали, что якобы он… Не подумали, что он за Трампа. Еще раз говорю, в политике важно… Все равно, смотрите, ну при Трампе, либо при Харрис, никогда США не будут партнером, другом России. Ну да. Это будет враг, противник, называйте его. Противник, соперник. Вам лучше когда иметь во главе страны государства соперника, какого политика? Какого, такого, которого вы можете просчитать? Да. Которого вы можете… Против которого вы можете выстроить правильную стратегию. Без качелей эмоциональных. Хуже всего политика, это эмоциональные качели. Для всех хуже. И для той страны, где президент, вот на таких качелях, так сказать так. И для всех в мире. Поэтому, когда это понятный… Обама понятен для него. Понятно, что… Он понимает, что за Харрис будут стоять штейкхолдеры демократической партии. Понятна политика демократии. Поэтому лучше понимать игру в целом. И выстраивать стратегию не просто на выборы в Соединенных Штатах Америки или на ожидание победы. А на длительную перспективу. А что? Это все… Война в Украине может зайти в стадию тупика очередного, перемирия, заморозки и так далее. Но в принципе, большая прокси-война в мире за господствующие позиции. Запад, не Запад, Россия, Китай и так далее. Она же не закончится, например, окончанием войны в Украине. Она просто примет другие формы. Или она не закончится с победой или поражением Трампа на президентских выборах. Это надолго. Это исторический длительный процесс. Такие войны, как правило, 30-летние там, или еще как-нибудь назовите ее. 10 лет прошло, с 14-го года, ну еще 20 лет. Уже появилась информация, опровергли информацию о том, что умер Шуфридж в СИЗО. И сделал это тот же Масичук, друзья. Слава Богу. Да, свою же информацию опровергли. Поэтому мы вам обещали, что узнаем, правда или нет. Мы узнали, мы вам сообщили. При всех там политических спорах и так далее. Это ценность человеческой жизни даже в политических спорах превыше всего. Давайте разберемся еще вот в чем. Мы с вами пытаемся понять, какие страхи у США касательно России. И как война может закончиться, как это все будет выглядеть. И тут вот я задумывалась над такими моментами. А почему вот США постоянно боятся вот этой эскалации? Ну, казалось бы, где находится Украина? Очень далеко от США. Даже если тут будет какая-то максимальная эскалация, ну их это вряд ли затронет. Более того, если разрешить там Украине бить вглубь российской территории или же дать больше оружия, там Украина нанесет урон России, война на этой ноте закончится, ну условно, да, в таких количествах. Выйдет потом президент США, кем бы он ни был, и скажет, ну это же мы, мы сделали, мы добились. Вот какие мы сильные, мы сверхдержава, значит, и будем дальше править сверхдержавством своим. Но они постоянно говорят о том, что не надо эскалировать, мы боимся эскалации. Что заложено в эти слова? Ну, заложено понимание того, что они имеют дело с ядерной сверхдержавой. И любая эскалация сразу упрется в ядерную войну. А здесь в России преимущество, я уже говорил об этом. Вот и все. Поэтому сделать так, чтобы у России не было легитимного права использовать ядерное оружие. Давить-давить так, чтобы так давить, когда уже использовать ядерное оружие, будет поздно. А почему, допустим, Россия, при всем при том, она не работает, я бы так сказал, ядерное устрашение, ядерное сдерживание. Оно работало там 50-60 лет назад, когда были две сверхдержавы ядерные. И было два блока государств. При, там, не присоединившихся странах, но которые были далеки от субъектности, настоящей исторической субъектности или геополитической субъектности. Поэтому Советский Союз мог использовать ядерное оружие, не спрашивая или не оглядываясь на Китай, на Индию, на других и так далее. Как и американцы, собственно говоря. А сейчас надо оглядываться. А Индия и Китай давно дали понять, что они против войны. Тем более против ее эскалации, тем более, если еще добавить, против ее ядерного варианта. В любом тактическом, не говоря уже стратегическом варианте. Поэтому еще раз, задача в том, вот они так задачу ставят, что в рамках вот этой прокси-войны, так, используя наши интересы, или интересы правящей элиты, скажем так. Вот. Нанести стратегический ущерб, поражение, без того, чтобы Россия смогла перейти на ядерный фактор. То же самое касается России. Но они что же сдержанно действуют? Это война на истощении. Поэтому она так и называется. Медленно, медленно, раскачка. Вы что думаете? Вутину не предлагали, военное командование не предлагало. Шарахнуть все тут подряд. Газа без ядерки. А просто шарахнуть. Ковровое бомбометание и так далее. Тоже нет, не хочет. Почему? А потому что тогда Запад втянется в войну. Напрямую. Они что понимают в России, что по военному потенциалу, конвенциональному оружию, Россия проигрывает НАТО, странам НАТО. Если они втянутся в большую войну, и будут для них эти основания, будут основания для этого, например, все, вот такие массированные удары, говровое бомбометание, атака там, атака слева, атака справа, вспышка слева, вспышка справа, то они войдут. А Путина это тоже не надо. Это не сдержанно. Тоже. Он говорит, ну да, мы бережем силы, бережем людей. Но в принципе это тоже фактор. Потому что человек ценным. Он сегодня дорогой человек. Солдат дорогой человек. Вот когда летчики... Почему летчикам дают команду кальтапультироваться при любых обстоятельствах? Летчик стоит дороже, чем самолет. Да. Понимаете? Самолет может стоить десятки миллионов долларов, но летчик дороже, что там мозги. Поэтому потеря летчика и самолета, это очень плохо. Это очень плохо. Ну я имею в виду в том числе и вот потеря летчика в 16 подполковника, на подполковника Месса. Поэтому дорогие все эти вещи. Поэтому надо действовать сдержанно. Это как бы проведение военных действий в сдержанной манере. Делать так, чтобы в Европе не думали сильно. Надо нам там... Ну будем там... Дадим, сделаем так, чтобы Украина не проиграла. Их же задача какая? Вот установка западная в отношении к Украине. Дать Украине не победить и чтобы Украину тоже не победить. То есть нет установки на капитуляцию, разгром. Нет. Тут имеются другие виды поражения или проигрыша. Кстати, многие этого не понимают. Капитуляция до победного конца. Никто не знает, что такое победный конец. И что с ним делать? Что делать с этим счастьем? В кавычках. Чтобы это счастье не принесло массу несчастья. Говорится тому, кто добьется этого счастья. Поэтому и Путин действует. Осторожно, аккуратно. Да, потихоньку. Ну да, километр. Да, 10 километров. 20 километров. И прочее. Никто не рассматривает войну в силе таких прорывов. Там операция Багаркион. Там 10 сталинских ударов. И как в фильмах там освобождение показывали. Все это армады танка ведут. Ура, пехота. Вот так война ведется. Все грамотно ведут войну. Кстати говоря, мы не всегда грамотно ведем войну. Слишком эмоционально увлекаемся. Считая, что нас прикроют. Что если что, мы выдавим у них. Выцарапаем там какое-нибудь разрешение. А они действуют. Очень понятно. Так. Без экспрессивности вот этой. Излишней. Гибко. Осторожно. В сдержанной манере. Вот так в самом начале эта война пошла. И если идет ее эскалационная спиралька, то она идет медленно. Она не идет вот сразу так. Вот вам джавелина, вот вам там F-16. Она идет очень продуманно. Потому что как, например. Ну хорошо, можно получить 100 F-16. Ну давайте 10 посмотрим, получится или нет. А готовы летчики ваши или нет. И что это дает вообще? Так мы F-16 вылетали, как использовали, как противоракетная оборона. Тогда и особо оно как бы не очень. Поэтому, во-вторых, войну рассчитывают на такой длительный период. Поэтому не надо все там запасы ракет использовать сразу. Бить надо по каким-то конкретным целям. Разведывательным там или по каким-то другим кто-то. Ну разведка. Вот она так ведется. Война. С учетом того, что ресурсы не надо сразу все использовать. Всегда надо иметь в загашнике массу резервов, запасных сценариев, запасных вариантов и прочее. Вот это называется управляемая война, потому что войну ведут две ядерные сверхдержавы. Войну ведут две ядерные сверхдержавы. И они прекрасно понимают и элит этих. При всех там можно там деменция у кого-то. Ну хорошо, можно посмеяться над людьми и так далее. Доживите. И 80 лет там будьте еще президентом. Доживите сначала. А потом еще президентом побудьте в это время. Дай бог всем такую старость, как говорится. Поэтому, конечно, можно критиковать и так далее, но есть ответственные люди и там. И по дну сторону, и по другую сторону, которые понимают, что да, эта война достаточно серьезная. Она за доминирование в мире. На кон много поставлено. Но понимают, что играть с азартом игрока казино, ставить все, ставки делать, идти ва-банка. Слишком серьезные люди. А во-вторых, серьезные страны для того, чтобы рисковать. И все, как говорится, поставить на все и проиграть. Вот она поэтому и затягивается, эта война. И понятно, что есть свои, скажем, ястребы в этой ситуации, ястребы войны. Есть и голуби войны. Говорят, что можно воевать дальше, ну, по-голубиному, как говорится. Так, а не по-ястребиному. Вот так вот. Но война же тоже не может затянуться, ну, вот до бесконечности. Да, даже вот мы смотрим по принципу Израиля или там Армении, Азербайджана. То есть все равно рано или поздно происходит какой-то взрыв, какая-то эскалация. И это переходит в новую какую-то стадию. Вот если мы говорим, что сейчас у нас пошла вся такая история в направлении вот этого мирного трека. Вы упомянули Индию, вы упомянули Китай. Также мы обратили внимание на то, что Путин об этом говорил. Премьер Индии Моди в конце августа был тут в Украине. Перед этим он был в Москве. Зеленский с ним оговаривал эту всю историю. Также Индия называлась одной из возможных площадок, где может быть саммит проведен второй мира. Зеленский в последней пресс-конференции говорил о том, что они будут приглашать представителей России туда. Как вот этот мир может выглядеть или мирный план тогда, да, вот эта дорожная карта, как это практически может выглядеть, это первый вопрос. И второй вопрос. Я недавно попала на статью Foreign Affairs касательно окончания войны. И вот их аналитики уверены в том, что Путин не закончит войну ни при каких обстоятельствах, потому что для него это слишком священное такое понятие, слишком важное. То есть они настаивают на позиции, что война будет до тех пор, пока Путин будет у власти. Не знаю, кто авторы этого опыта. Там целый ряд. Вы знаете, вы не слишком переоцениваете. Так, смотрите, Путин пошел на всеобщую мобилизацию. Один раз. Нет, частичную. А видите, не хочет на всеобщую. Поэтому тоже войну ведет в стиле экспедиционной такой. Войны, экспедиционного корпуса. И о священной войне говорят трубадуры. Войны, партия войны, которых много там тоже есть, да. Которым хочется все и сразу. Так не бывает. И которым трудно признать, что Украина оказалась все-таки крепким орешком. Тоже важно. Поэтому, еще раз говорю, войну ведут рациональные акторы. Рациональные. Поэтому втягивать потребительское, гедонистическое. Современное общество. Войну большую, в тотальную войну никто не хочет и не будет. Сейчас нет таких обществ. Никто не хочет быть тотально мобилизованным. Посмотрите на нашу бусификацию. Нас надо было проводить ее частично и по-другому. А не так, как проводили ее в начале... Ну, где-то так проводили в Пруссии, по-моему, в 18-м столетии. Так? Вот так вот называли их. Людоловами. Но так это было в Первую и Вторую мировую войну. Никто так сейчас не будет. Класс людей. Миллионами. С расчетом, что бабы нарожают. Потому что сейчас и бабы так рожать не хотят. Они хотят работать, делать карьер. А не, как там, кюхер, киндер. У немцев было три кухня, ребенок и что там еще. Сейчас совсем другая. В смысле, там, бинарный, небинарный гендер. Но, в принципе, феминист тоже внес свою лепту в равенство между мужчиной и женщиной. Поэтому никто так не будет воевать. И не надо. Не для того, вообще-то, люди живут, чтобы воевать все время. Или классик. Нет таких сейчас целей. Другие политические системы другие. Чтобы... Это раз щелчок. Это у тебя там гестапо. Что там еще? Другие структуры. Взяли, набрали. Или у тебя тут НКВД, МГБ, СМИРШ и партийные призывы. Движ. И черный воронок. Да. Поэтому сейчас так не сделаешь. Не надо разрушать. Надо, наоборот, воевать так, чтобы мир, тыл, не чувствовал эту войну. В этом выиграешь в войне. Чем меньше ты в тылу чувствуешь эту войну, тем больше ты выиграешь эту войну. Чем больше ты чувствуешь... Нет, как я сказал. Не чувствуешь войну в тылу, тем больше ты выиграешь в этой войне. А если ты чувствуешь это, ты войну проигрываешь, какой смысл? Воевать надо так, чтобы в тылу это было вообще почти незаметно. Да, конечно, будут погибшие, будут там хоронить, выплаты дают и так далее, и так далее, чтобы это все гасить сразу, гасить. Либо добровольцам, ну что с добровольцем? Контрактник сам же пришел. Мы живем в другом, слава богу, обществом другого. Это общество 21-го столетия, и где так навоевались, особенно в 20-м столетии, что нету культа войны и героизма. При всем при том власти стараются, власти любые. Вот этот культ героизма поднят, героя, оно не работает. Не работает так, как оно работало там. Почему? Потому что главное это культ жизни. Навоевались, это же почитать литературу там. Первой мировой войны, там Эрик-Мария-Ремарк, там французские авторы тоже, ну, отписали. Так, об этом, сейчас уже не всех вспомнишь. Так, и вторая мировая война, там, лейтенантская проза. Или Виктор Астафьев, окопная правда. Борис Васильев. А? Борис Васильевич. Борис Васильев, да. Можно еще называть эти публики. Да, да, да. Борис Васильев в зоне, там, раньше была война. Ну, так далее. Все, навоевали. Люди хотят жить. Культ жизни сегодня важен. Культ успеха. Да? Поэтому и войну держат в УЗЕ. В УЗЕ держат. Придерживают иногда, чтобы эта лошадь войны не рванула, не взбрыкнула и не сбросила садника. Потому что бывало так. Лошадь как бы взбрыкнется, и садника вон, это общество. Вот представьте себе, лошадь войны, а тут общество. Да. Еще раз говорю. Воевать надо так, чтобы оно было где-то там. Где-то там. К фонам шло. К фонам. А не шло минстримом, или не знаю, как это можно сказать. Или актуализированным. Основной темой. Да, основной фоном оно можно войти. Еще раз говорю. Вот так надо воевать. Понимаешь, что это может быть и долго длиться. Но национальный интерес, если уж есть война, заключается в том, чтобы общество, простые люди, как можно меньше почувствовали вот эти тяготы войны. Все, не только элита. Элита, да, у них хорошо там как бы. Деньга идет, там распределили и все. А вот общество, чтобы оно как меньше чувствовало это все. Вот так оно и пока так. Никто не хочет сорваться в тотальную войну. Потому что потом... А выдержит ли политическая система? И экономическая система. Это самое главное. Это самое главное. Ну понятно, для нас, может быть, это так, мы у Запада получаем эти деньги. Так вот, в августе 8 миллиардов получим. Но все равно оно же может закончиться. Конечно. Во-вторых, все-таки надо тоже понимать, при всех наших рвений, там, наказать агрессора, понимая это чувство. Но надо тоже по-умному это делать. Наказания же могут быть разными. Это надо наказать так, чтобы ты себя не наказал. Больше, чем противника, чем виновника. Это два. В-третьих, а Запад не хочет так, галопом наказывать. И если они сократят помощь военную, а если финансовую сократят помощь. Что же надо учитывать? Чем? Чем? Как? Можно дальше. Так что это тоже такой момент. Так что, смотрите, вот вы Ближний Восток. Ну и так, для Санкт-Петербурга. Война идет 75 лет, даже больше. Но там же за что идет война? Прежде всего. Ну да, Израиль и Иран, это история за оригинальное лидерство. Но вот палестинцы за одну и ту же территорию. Там формула, как-то там два народа, два государства, палестинская. Понятно, что это Буза, ну как бы дипломатический какой-то, ну не фейк, а формула, но которая далека от реальности. Израиль это не допустит, а палестинцы в лице Хамаса или там исламского сопротивления, тоже другая, еще более радикальная группировка. Они согласятся. Борьба за одну и ту же землю идет. Война Украина и Россия, это же война не за землю. Да, она в последнее время переберла территориальный характер. Как повод, рычаг в переговорах, борьба за землю, как в рычаг переговоров. Путин говорит, вот давайте возьмем покрос, ну не говорит, дает понять. А потом остановимся и будем думать, вот есть Стамбульский договор. А курс для чего? Так же Зеленский тоже сказал. Да. Но это же война не за землю. Это война за военно-политический, стратегический статус Украины. Будет ли она нейтральной, внеблоковой, или будет в НАТО, там прозападной. И война за политический режим, фактически. Я говорил о том, что война, это военный антимайдан. В 1922 году, это Путин же, надо было, это военный антимайдан. А как она тогда может закончиться? Вот это же еще один вопрос. То есть, вот условно говоря, да, там понятно, мы с вами не можем спрогнозировать, что будет там написано в мирном плане, пункт 1, пункт 2, пункт 3. Но вот физически, да, практически, как это будет выглядеть? Как это будет нам представлено? Как это мы ощутим с вами? Ну, смотрите, Стамбульский договор. Там же есть параметр. Дальше. Гуманитарная часть Стамбульского договора. Защита права русского языка, например. Можно это? Ощутим мы это выглядело? Да. Если в какой-то себе это будет достигнуто, так. Так что многие вещи могут быть, так мы можем почувствовать. Главное, что не будет вот этого постоянного чувства войны, мести. Потому что чем дальше война заходит вглубь, она тем больше отравляет души. Всех. Мы же видим, что как бы партия мести, она тоже растет. Да. Я так условно говорю, партия мести. Ну, чем больше люди теряют. Да, конечно, теряют, устают, да. Тут же тоже парадокс. С одной стороны, растет, пацифистские настроения растут. Люди устали от войны. А с другой стороны, месть. Нет. Ни в коем случае. Мы должны отомстить. А это тоже. Но это позволено, и вполне объяснимо, и позволено простому человеку. Далекому от всех этих глобальных раскладов, он имеет право на эмоциональную реакцию. А те, кто принимает решение, нет. Они должны эмоции убрать. Они должны руководствоваться не эмоциями, а интенциями. А что такое интенция? Это намерение. Ну, слово интерес национальный, а слово интенция. Вот это очень важный момент. И продолжение углубления войны, даже в таком вяло текущем, или в таком состоянии, в котором мы пребываем, ну, во-первых, оно изматывает психологически. Во-вторых, экономически и так далее, и так далее. Никакая там помощь Запада, она... Мы еще так не ощутили до конца энергетическая зима какая-то была. Энергетическая бедность в новых, скажем так, сезонных условиях. Это три. В-четвертых, есть еще один важный момент. Война может продолжаться, но при этом, если мы территории забираем, освобождаем свои территории. Это одна история. Если мы теряем эти территории. И надо мне сейчас на Курск там говорить. Совсем другая история, во-вторых, этот клочок земли, он ничего не решает. Нужно. Да. Так, значит, это же тоже влияет. Мы продвигаемся вперед, или мы наоборот, отступаем. Мы отступаем и теряем. Это и для людей важно, которые там живут. И вернутся ли они туда. Вернутся они в Бахмут, например. Или в Авдеевку, например. Я сомневаюсь. А если Покровск потеряем? И там вообще ситуация на фронте, структура фронта поменяется не в нашу пользу. А если выходы дальше пойдут на Запорожье, Днепр, это что нам надо? Это уже тоже важный момент. Война может закончиться, как в любой момент, если, например, ситуация на фронте будет очень плохая. Либо, скажем, при определенном дипломатическом, геополитическом равновесии Запада-России и ситуации на фронте. Там же, кстати, я вспомню, Путин говорил детям в школе про дзюдо. Да. Вот так война ведется. Вот в таком стиле ведется война. И Байден ее так ведет. Хотя Байден никаким образом не является дзюдоистом. Но они тоже так ведут войну. Потому что это не борьба, это философия. Это философия, мышление. Это мышление. Вот так, это платформа мышления. Ну, хорошо. А вы можете представить ситуацию или политический расклад, при котором сели за стол переговоров, о чем-то там договорились, что-то подписали? И как это происходит на следующий день практически? То есть Путин что, дает команду своим войскам выходить из территории Украины? А тут же надо еще вспомнить, что они записали, понятно, незаконно наши территории себе в Конституцию. То есть как это происходит? Тут же тоже такая история. Хороший вопрос. Вот мы сегодня, знаете, 10 лет Минск-1. Вот возьмите Минск-1, Минск-2. Ну, автономия. В составе целостной Украины. То есть помните, что тогда было под Верховной Радой, когда, помните, Верховная Рада должна была ратифицировать? И что это было? Когда гранаты кинули, помните? И было убито 4 нацвардейца молодых. И сколько еще людей пострадало? И были сорваны Минск-1. А кто их сорвал? Если бы элита, правящие круги хотели бы, они бы проголосовали. Во-первых, не допустили этого. А во-вторых, проголосовали бы. Они же в первом чтении проголосовали же. А перед вторым чтением начали срывать это все дело. А у них не хватило сил и воли. Или посчитали, что это так неважно, что мы все равно тут победим. Что ради Бога. Так? Никогда не сдадимся. Потом был Минск-2. Потом было 24 февраля. Потом был Стамбул. И что? Так ситуация, как она улучшилась, или она ухудшилась? Сейчас исходите с сегодняшнего дня. А во-вторых, что-то может быть, как вы сказали, написано или что? Нет, ну я имею в виду, подписали, да, и что дальше? А, дальше, смотрите, по Стамбулу. А было же такое. Смотрите. Статус спорных территорий. На 15 лет Крым. То есть, через 15 лет можно этот вопрос решить. Новые люди придут, они не будут обременены обязательствами, имиджами, рейтингами, крутой-не-крутой, проиграл-не-проиграл. И скажут, ну давайте решать вопрос. И постепенно можно решать на протяжении этих 15 лет. Или возьмите Донбасс. То, что мы потеряли, это вообще, не знаю, предательство, глупость или что-то, нельзя было никак. Но, при всем при том, можно подумать о том, что через какое-то время опять-таки вернуться к статусу этих территорий. Или там Запорожская, Херсонская область. Референдумы провести под международным контролем. Пусть люди тоже как бы в какой-то выход есть, так? А за эти годы посмотрят, где лучше простому человеку живется. Там или тут, в Украине. А вы, власть, работайте на это. Не военным путем, а экономическим, социальным путем. Покажите, где лучше. Дальше. Можно вообще так, чтобы... Многие же уехали, оставили квартиры. Живут в Киеве, во Львове, во всей Украине живут люди. Дончане. Они выбрали большую Украину. Но, тем не менее, много у них осталось. Тянет к родине. А им нельзя туда ездить. Вы знаете, что есть случаи, когда похороны в онлайне. Родственники умирают. У нас у знакомых точно такая же была ситуация. Они просто не могли оккупировать территорию. Они не могут туда. Тем более, есть некоторые, которые там, в санкционных каких-то черных списках. Ну и так далее. В онлайне похороны родственников. А гуманитарную составляющую можно разрешить? Пусть едут люди туда-сюда. Потому что, когда начинаются вот эти гуманитарные контакты, коннекшн, уходит вот это чувство злобы, мести. Люди начинают понимать, что это все фигня. Что политически это можно решить. Что нет нерешаемых военных проблем. Тем более, если военного решения нет. Нет военного решения. Ну можно вот так вот. Это называется охолаживание души. И ее возвращение какого-то человечности у всех. Не раз, а отчеловечивание. Потому что война, она же раз и отчеловечивает. Ну отчеловечивает. Охлаждают вот эти дурные эмоции. Воинственные эмоции. Потому что, когда все на взводе, понятно, что получают, как говорится, право вещать и получают голос ястреби разного рода. Ястреби, патриоты в кавычках. Которые, как правило, не воюют, но они же призывают. Это такая фан-зона. Милитарного такого футбола. Милитаризованные болельщики фан-зоны. Давай, давай, вперед, забивай. В саммит они не играют. И не знают, может тот, который там не забил, у него травма большая, колено. И он уже на последних минутах, то есть, уже хочет, чтобы Корея этот матч закончился. Вот это же еще тоже. А когда вот это начинается, вот эти все гуманитарные контакты и все. Ну, есть же опыт, например, советских фронтовиков и немецких фронтовиков. Встречались многие, так, ну вот до всех этих событий. Воевали друг против друга, ну понятно, война, молодость, гормон, истероидность, командиры, бомбы. Это все, бомба, она же, вообще, эти тревоги, это же отрезает шансы на рациональное мышление. Ты же находишься в стрессе. Стресс. А когда стресс, оно сжимает время так, чтобы тебе не хватает времени подумать нормально. Все живут как зомби, вот в этом всем, так сказать, военном угаре. Вот называется, чтобы милитаристский угар. Не случайно оно же такая есть литературная или публицистическая формула. Поэтому, когда можно взять, допустим, гонюгарную составляющую, это путь уже какой-то временный, частичный, но решение. Ну и так далее, и так далее. Ну мы же делали как-то, там Минс-2, потом начали Крым блокировать. Потом блокада Донбасса была в 16-м году. Ну понятно, олигархические разные группы. Да, ну где они сейчас эти все витии и герои? Многие же, как говорится, и полегли, кто призывал. Тоже, конечно, ну не надо над этим, ну скажем так, иронично. Иногда люди заблуждались тоже, знаете. Но власть же на то, она должна быть мудрее, чтобы заблудших направлять. А не наоборот их, наоборот, раскачивать, накачивать их, для того, чтобы они создавали вот этот истеричный континуум. Вот это пространство истероидности, континуум истероидности. Вот этот пузырь истероидности, в котором люди живут. Ну долго же так не произведешь. Не человек, конечно, но тогда его надо в дурку. А общество тем более. Ну мы же войну ведем не за то, чтобы быть в постоянном в таком состоянии, а чтобы не терять то, что в нас было. Проблема даже не в территориях, а в человеческих отношениях, в правах и свободах, в тех же выборах, например, или политической конкуренции, в свободе слова, ну и так далее, и так далее. То, что называлось европейские ценности. Война за это должна идти, а не за то, чтобы всем лечь и доказать, что вот этот клочок земли, он наш. Потому что, во-первых, столько жертв для того, чтобы положить этот клочок земли, это не стоит. Потому что рано или поздно посмотрите историю. Сегодня наш, завтра не ваш. А людей не вернешь. Это правда. Человеческая жизнь это самая высокая ценность. Об этом стоит помнить в любой ситуации. Вадим Юрьевич, вам спасибо большое за разговор. Вадим Юрьевич Карасев был сегодня у нас в гостях на Политеке. Да, спасибо. Друзья, благодарю вас за то, что вы нас смотрели, комментировали, ругали, подбадривали, хвалили. Мы все это ценим, потому что это все помогает нам продвигать канал, а значит, как можно больше людей услышат ответы на свои вопросы. Увидимся с вами обязательно.